В этом году в Турцию был экспортирован уголь на сумму не менее 14, более 14 миллионов долларов, добытый на захваченных Россией украинских территориях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные российской таможни. С февраля по июль 2023 в Турцию было доставлено более 160 тысяч тонн угля из Донецкой и Луганской областей. По данным агентства поставки осуществляли как минимум 10 компаний. Три из них подтвердили, что поставляли уголь в Турцию, а вот покупателями выступили компании, зарегистрированные в Гонконге, Объединенных Арабских Эмиратах и в офшорных зонах, включая Британские и Виргинские острова и Белиз. Турецких компаний в списке не было. Так Турция покупатель или посредний? В любом случае, зачем помогает Россия обходить санкции? Могут ли быть последствия? И что еще наворованное из Украины продает Россия? Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, к нам присоединяется. Юрий, здравствуйте. Да, добрый день. Давайте с вами разбираться. Вот то, что в Турцию и Россию экспортируют ворованный украинский уголь с оккупированных Россией территорий, Донецкой и Луганской областей. Турция покупатель или посредник? И как давно эта схема работает? Нет. Ну, Турция, конечно же, посредник в данном случае. Но я бы сказал, что все-таки часть угля, она оседает в любом случае и на турецких тепловых электростанциях, которые используют тоже уголь. Но это меньшая часть. Потому что, в принципе, тот уголь, который может поставляться из территории Донбасса, то есть в основном это и шли поставки оттуда. Это не сейчас произошло, кстати. Это произошло еще фактически где-то в 2016-2017 год и активно уже в 2018 год, когда полностью закрыли тогда поставки из Донбасса в Украину. То есть, если вы помните, было принято такое решение, что компании, которые поставляли раньше уголь из Донбасса в Украину, они были зарегистрированы просто в Украине, они перестали это делать. Именно с этого момента, в 2018 год, начались активные, скажем так, активный вывод угля в другие страны. В основном это европейские страны, кстати, даже Болгария, например. Но, повторюсь, Турция, она меньше потребляет такого угля, который добывается на Донбассе, и они его в основном реэкспортировали, если так можно употребить такое слово в этом случае. А сейчас, тем более в этой ситуации, они занимают такую позицию посредника, вот там и по нефти, и по нефтепродуктам это четко видно, прослеживается. Сказать, что это большие объемы, сегодня нельзя, потому что, в принципе, добыча угля на Донбассе, она существенно прекратилась, вот даже в 2015-2012 годах. И плюс, как бы, проблема вывоза этого угля из портов, она существует. Плюс, в общем, конкуренция этого угля, донбасского угля, с российским углем, она тоже началась еще в предыдущие годы. И, соответственно, это влияет на то, что это, скажем так, небольшие объемы. Ну, были компании в Украине, пятные компании, кстати, которые пытались, ну, скажем так, преследовать, ну, не Турцию буквально, да, а все страны, которые могли принимать участие вот в таком незаконном вывозе угля. Ну, потому что это, скажем, действительно незаконный процесс, и было много даже скандалов, даже в Польше, например, этот уголь попадал в Польшу, в том числе, в какой момент очень показательный, что все страны, которые являются потребителями угля, Польша, хотя и добывает, например, много угля, но она и потребитель, она импортирует много угля, и они вот могли, скажем так, попасть в такие нехорошие, некрасивые истории о том, что у них, ну, для них осуществлялись поставки этого, ну, во-первых, незаконно добытого, если на то, потому что процесс начинается, если это незаконно добытый уголь, значит, он и незаконно поставлен, и незаконно полученная прибыль, ну, то есть это посмотреть, если такую юридическую, да, как бы, составляющую, но довести, вот, доказать, что это именно из Донбасса, ну, скажем так, нельзя сказать, что это тяжело, но это такой, ну, кропотливый юридический и судебный процесс, поэтому пока таких как-то прецедентов не было. Ну, возможно, сейчас появится, не знаю, мне трудно сказать, потому что, повторюсь, это сложный такой технический процесс и юридический. Ну, и плюс, повторюсь, что все эти инструкции, это посредники, не этот уголь дальше протеют, потому что спрос на уголь вообще в мире есть, вообще, на территории, поэтому, скажем так, он не залежится, вот, ну, к сожалению, вот такая реальность. С технических покупателей, даже если будут понимать, а скорее всего будут понимать, неформально, например, его поставят в известную покупателю, что это уголь, там, например, Донбасса, да. В Испанию, кстати, подали поставки этого угля, вот, Донбасса, то есть были такие случаи, часто, и поэтому вот такая ситуация складывается. Слушайте, Юрий, ну, очевидно же, что турецкие власти прекрасно знают о том, что в турецкие порты приходит ворованное украинское сырье. Знают, конечно, знают, да, ну, скажем, ну, смотрите, опять-таки, в документах, ну, знаете, помните, такое было, такое словосочетание, там, без бумажки ты букашка, да, вот, в данном случае есть бумажка, что это уголь неизвестного происхождения. И вот турецкие чиновники, там, представители официальных органов, у них тоже есть, да, свой рекомендатор, да, который должен следить за этим, есть там свои отдельно-праведительные органы, они видят, что это неустановленного происхождения. И дальше, как бы... Слушайте, ну, неустановленного, его же не из Марса в турецкие порты пригоняют, это же все прекрасно понимают. Да, конечно, все видят след, все видят балкеры, которые везут этот уголь, и проследить транспондеры, да, это очень, это очень легко сейчас, да, потому что в редких случаях выключают их, а так, по большому счету, это все видно. Но, опять-таки, повторюсь, что это пока небольшие объемы, это выкользуется тот уголь, который еще, ну, добывается на тех предприятиях, которые работают. А в основном, скажем так, Донбасс и уголь, они занялись, ну, скажем так, кооперацией, если такого можно, да, употребить, они его добывают, передают потом уже российским компаниям, которые включают свои, ну, скажем так, свои планы добычи. По большому счету, они даже не работают как отдельное, ну, опять-таки, не могут подать такое юрилицо, нельзя сказать, как отдельный субъект, да, вот как Кузбасс, есть, да, такой регион, да, в России. И там добывается предприятие зарегистрировано, то есть, в данном случае, нельзя сказать, что он из Донбасса, например, там, куда-то там, в Санкт-Петербург стал портом, или в Довороссийский порт, или куда-то еще. Вот он поставляется для предприятий российских, а уже потом там он уже смешивается, вот, слово из другой, скажем так, сферы, да, вот, нефти, да, когда нефть смешивается разных сортов, и там уже получается, ну, которые похожи по своим показателям, и там уже получается, что нету юролса, условно говоря, а есть какая-то другая нефта, да, смешанного типа. И тоже это, вот, кстати, турцы, кстати, по нефти тоже выступают, они много очень объемом реэкспортируют. Да, Россия так не только с нефтью и углем делает, но, например, и с зерном. Но как же все-таки так получается? Турция, страна-член НАТО, везде публично, официально Турция поддерживает территориальную целостность Украины, признает границы, не признает, так называемые ЛНР и ДНР, поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии. И тут, получается, выступают вот таким вот посредником. Что это? Политика? Как говорят, он ли бизнес? Или почему так действуют турецкие власти? Почему закрывают глаза? Почему не пресечь все это? Ну, смотрите, вот эта фраза часто, которую вы сказали, он не бизнес, да, это just business, да, просто бизнес. На самом деле это неправильная фраза, потому что каждый вот just business, да, вот это, когда прикрывается таким понятием, за ним следует, ну, влияние на этот сектор экономики, этот сектор производства, например, угля, допустим, нефть и газа. То есть это, по большому счету, сейчас такая уникальная возможность, да, вот, к сожалению, для нас, да, потому что мы как бы в эпицентре войны, в эпицентре этих всех событий. А это, по той же Турции, да, для их чиновников, которых мы вспомнили, там, представители власти, да, это уникальная возможность станет вот части, например, экспорта, то есть отмечением угля в Европе, в других странах азиатского региона и зарабатывать на этом. Но зарабатывать, это второй момент, ты вот как хаб, вот, если слышали такое вот сейчас, обсуждается там Россия, обсуждается газовый хаб, вот, по большому счету, вот, это существенное место страны в новом геополитическом порядке именно относительно энергоносителей. И вот даже если мы сейчас обсуждаем просто там небольшие объемы этого угля, который там незаконно поставляется, открывается, поставляется через Турцию, да, то мы же не знаем, мы не можем сказать, насколько эти объемы потом полностью перейти, например, там, условно говоря, там, через Турцию, да, то есть российские компании откажутся, да, им он не нужен, кстати, российским компаниям. Донбасс-Юго для них это конкурент, но учитывая, как бы, там, политическую составляющую этого вопроса, да, они его принимают и дальше уже идет продажа. А здесь они могут это перебросить на Турцию, да, и они абсолютно могут потом, ну, хотел сказать слово легально, нельзя так сказать, продавать его, выступать хабом угольным. Сейчас они выступают хабом нефтяным для перепродажи российской нефти. Вот хаб газовый, это обсуждается, там, идут разговоры, какие продукты они серьезно занимают. То есть это уникальная возможность для этих стран. Поэтому Индия туда ввязалась, Турция, тот же Сингапур маленький, да, например, и Саудовская Аравия тоже. То есть каждый из них пытается вот занять такое свое место. То есть это не просто бизнес, вот я так не разделяю такое часто мнение, но просто заработать и все. Нет, нельзя сказать так. Поэтому вот то, что вы перечислили, что Турция там поддерживает, там, не признает, но в то же время покупает оттуда, ну, фактически, да, например, да, реально, мы понимаем, что вот туда. Вот это показатель участия в этом переделе, если так можно сказать, переделе мировых рынков энергетики, которые мы видим сейчас. Да, но, знаете, Россия уже более полутора лет как изолирована от цивилизованного мира, по большому счету, и считается страной-изгоем. И Путин нерукопожатный, это страна-террорист, которая ведет захватническую войну против Украины. И непонятно, зачем это нужно Турции, потому что, ну, это же замораться, это испачкаться, это понести репутационные потери. Или Эрдоган этого не боится? Ну, смотрите, я бы не сказал, что это вот один Эрдоган. Вот Эрдоган виноват, и все, вот как вы сейчас сказали. Знаешь, что Турция, для турецких властей, это не составляет какой-то опасности с точки зрения репутационных потерь. Нет, нет, я не против того, что вы сказали Эрдоган, и я бы так мог сказать Эрдоган, но нужно понимать, смотрите, что нет только один Эрдоган. То есть те компании, те страны, которые принимают сегодня российские нефтепродукты, но только под видом, скажем так, вот через посредников, да, это европейские страны. Они же тоже ставят такой же роли, как и Эрдоган, и принимают вот такое, ну, двойное решение. С одной стороны, поддержать Украину, с другой стороны, все-таки, ну, обеспечить себя нефтепродуктами, нефтью тоже, углем, кстати, уголь тоже дальше покупают, многие компании в Европе, там генерация присутствует. Поэтому в этом ключе вот замарать, опять-таки, это, как я обсудил, высказал свое мнение, да, относительно вот в этой фразе «джаст бизнес», да, вот и здесь замарать, там так не рассматривать. Там рассматривается, что ты, наоборот, помогаешь решить тему, да, ну, это и смешно, и горе, когда на самом деле, потому что вот Эрдоган выступает, да, турецкие власти выступают неким вот таким помощником, да, для решения этой, как считают, у них именно проблемы, потому что и на всех рынках, кстати, присутствует трейдеров вот такое, знаете, ожидание, что вот, вот все закончится, вот, там, условно говоря, там, вчера, сегодня, завтра, вот все закончится. И мы можем вернуться, опять-таки, к прямым контрактам, газа, нефти, ну, там, политические заявления, это отдельно можно поставить. Здесь речь идет именно о бизнесе, да, о компаниях, которые понимают, что они где-то переплачивают, ну, не где-то, а переплачивают, не получают прибыль. Они смотрят, знаете, таким жалким взглядом на ту же Турцию, которая получает прибыли, суперприбыли на самом деле от перепродажи. И они тоже хотят эти деньги получить. Вот в этом ключе, да, это важно. А Россия по каким-то хорошим ценам, по дисконтам, украинский уголь ворованный продает через Турцию другим компаниям? Я думаю, вы знаете, я не знаю цены, не могу сказать, но, в принципе, если сравнить те вот истории, которые, которые я вспомнил, Польша, Испания, например, да, там появлялся этот уголь, еще так называемых ДНР, ЛНР, тогда откуда. Так вот, в принципе, цена где-то, ну, понятно, она была с дисконтом, но она не отличалась от рынка. Где-то, грубо говоря, минус 20% было. То есть если бы тогда, например, в тот период, я помню, цена была 90 долларов, его привозили за 70 долларов этот уголь. То есть и сейчас, скорее всего, я, к сожалению, не знаю, не могу сказать, по какой цене вот сейчас происходит продажа. Но, скорее всего, это тот уголь, который потом продается на рынке по такой цене. Интересный вопрос и правильно, по какой цене именно Турция его берет уже, вот российских компаний, да, вот, которые вывозят, да, вот, технически. Ну, скорее всего, я думаю, что цена где-то составляет по опыту, опять-таки, по опыту, когда Украина добывала там и стоимость, которая там составляла, где-то, я думаю, долларов 50, вот они где-то по такой цене берут. Ну, ниже там просто не возьмешь. Там и добыча сложная, по большому счету, и затраты больше, даже в словах, которые мы видим сейчас. Вот где-то такие цены. США и ЕС запретили импорт товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые в России называют так называемыми ДНР и ЛНР. Запретили этот импорт еще в феврале 2022 года. Турция ограничения на торговлю с Россией и современно оккупированными территориями Украины не вводила. Почему? Ну, понимаете, мне тяжело сказать, почему они не вводили. Имеется в виду, если охватить всю там, всю стратегию и понимание политики, да. Ну, скорее всего, опять-таки, если посмотреть таким простым взглядом, да, обывательским, то Турция преследует свой интерес. Интерес, в первую очередь, ну, то, что я уже могу сделать вывод, то, что мы видим на рынках энергетики, да, они пытаются занять место некого хаба, да, хаба посредника, потому что хаба, по большому счету, это тоже посредник, место посредника, базар, если надо употребить. И, так вот, они пытаются это место занять и будущим уже зарабатывать на этом. Не просто, вот, буквально, понимаете, там, зарабатывать, там, заработать 10 долларов и все. Они пытаются влиять потом на этот процесс. И для этого они сохраняются на хорошие отношения с Россией, потому что без хороших отношений с Россией, да, вот, ну, так можно сказать, так сфортировать, им не удастся в любом случае возить этот уголь, например, или другие, там, ресурсы, которые они получают. Нефть, например. Нефть очень показательная. То есть есть интересы всех стран, есть интересы России, да, продать эту нефть, вывести его, заработать на условиях действительно ограниченных возможностей. В то же время возможности ограничены, да, но видим спрос, спрос к существу. Спрос, например, формируется тем, что Российская Аравия сокращает добычу, да, вместе с Россией, они договариваются, да, вот, организация. И мы видим, что нефть уже 100 долларов фактически, да, там есть САРД, за 100 долларов. Это будет, собственно, удорожание нефтепродуктов, соответственно. Ну, то есть, экономика, да. А как думаете, вот для Турции, для турецких компаний могут теперь, после того, как эта информация вскрылась, обретают популярность, ее все обсуждают, СМИ ее цитируют множество, растиражировали, могут ли быть какие-то ограничения, последствия, не знаю, санкции от того же ЕС, США? Ну, понимаете, смотрите, даже если Европейская комиссия принимала решение, когда было сначала заявлено, что нефтепродукты, например, тоже на них санкции наложены и нельзя будет поставлять со стороны России, потом сделали исключение, что если от этих стран приходят эти нефтепродукты, то мы уже не видим на них отпечатка или следа России, да, например. Вот и в данном случае тоже сказать, что будут какие-то, ну, такие существенные санкции, да, относительно, за то, что они по-большому перепродают нефтем или продукты России, учитывая то, что эти продукты, то есть, это, он реально нужен тех стран, которые его покупают, они без него не могут обойтись, ну, объективно, да, нету им чем занять этот продукт. То есть, тогда вот ничего, скорее всего, мы не увидим, каких-то существенных санкций имеется в виду, ограничений каких-то. Спасибо вам, Юрий, за то, что все так детально рассказали. Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, говорили о том, что Турция является посредником между Россией, которая продает ворованный в Украине уголь другим странам. Что это для Турции означает, зачем она это делает и чем это, в принципе, может для нее обернуться. Спасибо. Продолжение следует...